Сначала о столетии, которое удостоилось чести попасть в новый санкционный список, который Зеленский подписал в отношении якобы враждебных Украине организаций, структур, медиапроектов из России. Я даже удивлена, что до сих пор этого не было сделано, но думаю, что мы должны воспринимать это как признание нашей серьезной значимости в качестве влиятельного опора для украинского общества. И то, что нас заметили, и наше столетие тоже специально там оговорено, это и фонд, деятельность фонда, это говорит, это признание, безусловно, это говорит о той все-таки возросшей роли наших ресурсов, которые дают украинское общество все-таки правду о событиях, подлинную историю Украины. Конечно, это грустно с одной стороны, но, как на том же столетии недавно было написано, понятно, что нынешние средства и различные устройства позволяют обходить эти запреты. Так что по интернету люди, конечно, смогут все равно нас видеть и слышать. Конечно, с самого начала нас беспокоило, не просто беспокоило, а глубоко удручали процессы на Украине. И что касается меня, то я еще, начав писать свою большую книгу во второй половине 90-х годов, целую огромную главу посвятила истокам русофобской версии украинофильской идеи, которая не случайно именно была украинофильская идея введена в это русофобское антимосковитское русло. То есть ты украинец, ты значит антимосковит. Ты имеешь и польские корни прежде всего, еще в конце, в середине и в конце 19 века, такой провинциальный поляк Францишек Тухинский на парижских кафедрах вещал перед невежественной словистикой публикой о том, что украинцы – это арийцы, а русские – это помесь у графин с татарами, которые украли и софийские ризы, и киевскую историю. И святой Владимир не является нашим героем. Ну, хотя, конечно, понятно для всех серьезных историков Средневековья, понятно, что никаких украинцев и даже никаких русских во времена Киевской Руси как названия и самоназвания не было. Они все были русскими, русами, я их называю православными россами. И считается, что даже после Куликовского поля, скорее даже, сражались там, уехали туда рязанцы, тверцы, а вернулись оттуда все русскими, объединившись для сохранения своей идентичности перед вот этой враждебной ордой. А разделение уже в Москве произошло, конечно, прежде всего из-за вторжения огромного ордынского клина, которое просто разделило северо-западную, восточную, северо-восточную Русь от южной России, когда общение было практически прервано. Но ведь вся, вся литература, все богослужебные книги, все было перенесено в Русь Владимирскую, это известно. И, как говорил замечательно, недавно я была на этой встрече в библиотеке Доми Солженицына с Петром Толочко, историком, медиевистом украинским, который претерпевает чрезвычайные гонения там. Такой абсурд, что Владимир Мономах – это киевский князь, а вот его сын Юрий Долгорукий и внук Андрей Боголюбский – это проклятые москалии. Поэтому не хочется даже об этом говорить. Помню мою статью с эпиграфом из Пушкина «Наш Киев дряхлый золотоглавый сей пращу русских городов, созаднит лесбойную Варшавой святыни всех своих гробов», написанную еще по первому Майдану, когда, помните, Ющенко и так далее. А ее кто-то нашел в интернете во времена уже 2014 года, уже нового Майдана. И комментарий был такой, если бы я точно не знала, что это написано за 10 и даже больше лет до этих событий, то это трудно просто проверить, насколько там предсказано было все. И в наших книгах, и в проектах, безусловно, украинская тема будет все равно оставаться одной из важнейших, потому что это судьба славянства, которая подвергается фрагментации, а дом, разделившийся сам себе, не устоит. Это судьба православия, безусловно, которая тоже подвергается фрагментации. Недаром Бжезинский во времена расчленения Советского Союза говорил, что без всего остального, но с Украиной Россия – это империя, а вот без Украины уже нет. Все для этого и делается. Но когда Россия начала возрождаться и говорить опять самостоятельным языком, и это оказался не блеф, то вот тут все враждебные силы опять зашевелились и вкладывали огромные деньги в Украину. И, надо сказать, небезуспешно. Сознание людей обработать можно. Мы все знаем, как немецкая нация, нация Шиллера, Гетта, великих философов, историков была подвергнута такой пропаганде на основе унижения сначала Версальского, что вот родила такой уродливый плод в виде германского нацизма. И расплачься за это пришлось вселенской национальной катастрофой Германии в 45-м году. Очень не хотелось бы, чтобы наши украинские братья дошли до такого катарсиса. Может быть, можно все-таки надеяться, что отрезвление будет. Но то, что в Украине всегда будут в сознании, вот как гоголевский Андрей и Остап, это, наверное, трудно исключать. И помните судьбу Андрея? Да, переодетый в западную одежду, на белом коне, он стал самым прекрасным из всего вражеского войска лыцарем. Но судьба его, в чем он ведет вражеское войско, против собственного народа. И сам народ в лице его отца его отторгает, даже убивает. Гоголь, конечно, метафоричен, гротеским, но как это дивно написано. Вот. И Остап будет. И сам Тарас, который говорит о русском царе, для него это собирательный образ. Это не просто конкретный царь, конкретный, может быть, совсем или не соответствует этому назначению, великому божественному заданию. А вот русский царь, как хранитель православной веры, это для украинцев должно быть не менее важно, чем и для нас. И совсем не обязательно украинская идея должна быть антимосковицкой. Наоборот, она лишь такая вот антимосковицкая, свидетельствует лишь о том, что никак не может выйти такая большая, крупная нация, развитая из пеленок самоутверждения. Этот комплекс неполноценности, который они в себе сами консервируют и даже его подпитывают, вот как раз и дает вот такую вот дикую ревность к России. Как это? Ведь если бы русские москали не расплодились так, не от Буга до Тихого океана не расширились, не построили города-миллионники там, где никто никогда ничего не строил, и промышленность, ядерную бомбу и так далее. Мы бы могли стать тем, чем стала Россия. Как это можно потерпеть? Но для этого надо же сначала убить себе вот эту вторую свою постась. Это очень грустно, поэтому хоть мы и удовлетворены этим решением включить нас в санкционный список, но переживать будем, конечно, и дальше. И дальше будем информировать, и писать, и просвещать, и печатать книги о подлинной истории, записывать всякие видеолекции. И поэтому по-прежнему слушайте нас. Мы ведь любим вас.